Сергей Иванович Марчук в свое время был одним из сильнейших лыжников на Урале. Неоднократный победитель чемпионата Свердловской области и обкома металлургов. Чемпион добровольного спортивного общества труд, мастер спорта по лыжным гонкам, заслуженный металлург России. Он на протяжении многих лет задавал тон с другими лыжниками в нашем городе Полевском и Свердловской области. Но кроме этого еще Марчук Сергей Иванович является заслуженным металлургом России. Он много лет проработал в трубоэлектросварительном цехе номер два. В последнее время термистом на печи, где с газом связано. И получается, что он достиг вершин как в спорте, так и в работе. Люди, можно сказать, отдают дань прибытием сюда на эти соревнования. В памяти этого прекрасного человека, что такой человек много вложил для Северского трубного завода. Это не главное. Ну и, конечно, поднял уровень спорта своим, доказал своим мастерством. Соревнования памяти Сергея Ивановича Марчука набирают обороты и уже носят статус областных. В этом году в них приняло участие рекордное количество спортсменов. Со всей Свердловской, а также Челябинской областей. 261. Для сравнения, в прошлом году было 220 участников. Нам приезжал министр спорта и молодежной политики Рапопорт Ленин Таронович. И с этого года мы внесены в реестр проведения региональных соревнований. Это Свердловская область. Поэтому сегодня мы видим и наблюдаем прибытие спортсменов со всей области. Но если не с 94 муниципальных образований, но с 90-то точно есть. Государственный флаг на церемонии открытия соревнований поднимал сын Сергея Ивановича, также мастер спорта по лыжным гонкам Роман Марчук. Хотелось бы спасибо сказать еще что спонсорам, что очень хорошо помогают спонсоры у нас, как и администрация города Полисково, Северский трубный завод, то есть отдельные предприниматели, как Андрей Песов, Вениамин Рыбас, то есть Дудин Юрий, Лариса Плотникова, сеть талисманов. То есть им спасибо большое. Без их поддержки тоже было тяжело провести эти ситуации в Спартакеаду. Ну и в дальнейшем будем, конечно, стараться, чтобы все было хорошо, и память не только об моем ОЦА и других тренерах тоже как-то фигурировала. Прекрасная лыжная погода позволяла участникам кататься в свое удовольствие, показывая максимум своих возможностей. Спортсмены соревновались на дистанциях в 2, 3, 5 и 10 километров классическим бегом в соответствии со своей возрастной группой. По итогам соревнований спортсмены из Полевского заняли три призовых места. На дистанции 5 километров среди женщин второй результат в абсолютном первенстве показала выпускница Полевской детско-юношеской спортивной школы Оксана Золотова. На дистанции 10 километров среди мужчин третье место в абсолютном первенстве завоевал мастер спорта работник Т1 Северского трубного завода Владимир Поросев. В группе 40-49 лет на втором месте мастер спорта из Т2 Андрей Мазурин. Продолжение следует...